Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас продолжение Mars Horizon, уже девятая серия и мы на пути к... Ой, как еще рано говорить на пути, но в общем мы начали двигаться в сторону Марса. Конечно, нам еще до него далеко, далеко. Плюс один шанс расширения полетами. Мы с вами на прошлый раз закончили... Эх, вернись, с того, что нам надо будет тут на базе много чего переделывать. Это у нас исследовательские лаборатории робототехники. И что еще нам надо посмотреть? Ангар для сборки. Вот. И центр для посетителей. Плюс общий к награде за успешные миссии заказа. Стоимость 750 на 20 в месяц поддержки. 10 к ставлению создания ракет. Ну, не знаю, тут бонуса нет. Надо вот между... На самом деле, между космодромами их бы поставить было бы неплохо. Хотя, я смотрю, нет. Бонуса от космодрома нету. От запуска имеется ввиду. Есть только от боковой и время создания полезной нагрузки. Минус. Так, я обещал тут все перестроить, но пока что я сюда не дополз. Так, минус 2 стоимости создания ракеты. А в чем тогда его смысл? А, минус 10 времени создания ракеты в принципе. То есть, плюс мы получим бонус вот за объединение, например. Здесь мы получим бонус еще 2. То есть, получается, минус 12, да? Пускай вот так будет, ладно. Потом все равно перекомпонуем, она никуда не денется. Что у нас из миссии есть? У нас анализ столкновения, космическая сварка и космическая станция в процессе. Да, так, ну что ж. Тогда когда у нас следующая миссия? Через месяц, космическая сварка. Что мы имеем? Оптимальная дата, 75 на 93. Прям замечательно. Ну и... Ой, дождик. Ой, чувствую, нехорошо будет. Давайте перенесем. Перенесем на... Ох ты, 60, 66. Неоптимально. Ну давайте на сентябрь. Нас не подгоняет никто на самом деле. Так что, окей. Да, что у нас там дальше-то? Исследовательская лаборатория будет закончена. Окей, хорошо. 4 месяца. 12 миллионов. Лицо на Марсе. Изображение сделано во время вашей миссии орбита вокруг Марса. Захватило воображение общественности благодаря поразительному сходству с человеческим лицом. Ваши ученые объяснили, что это всего лишь оптическая иллюзия, получившаяся из-за теней на марсианском холме. Экстравагантные СМИ утверждают, что это прямое доказательство существования древней цивилизации. Ваши исследователи яро отрицают эту историю, но пиар-отдел увидел в этом потенциал для увеличения поддержки исследования космоса. Поддержать домосы или опровергнуть? Я опровергну. Мы практическое, прагматическое. Ваше агентство опровергло домыслы. К сожалению, это недостаточно доказательство существования развитой марсианской цивилизации. Завел представитель агентства. Но на Красной планете еще уйма загадок, которые можно разгадать. Так, мы получили строительство новой лаборатории. Минус 20 стоимости исследования миссий. И что мы с вами исследуем? Мы исследуем лимит расширения, а потом перекинемся как раз на миссии. Смотрите, минус 20. То есть были они очень дорогие, стали чуть-чуть подешевле. Так, полезная нагрузка салют. И мы с вами должны космическую станцию. Слушайте, китайозы, блин, впереди планеты всей. Вот заразы. На этапе планирования. 9 месяцев до завершения. Но мы не успеем, китайцы нас обгонят, потому что создание ракеты будет очень долгим. Так, хорошо. Мы тут тоже чувствуем вторыми. То есть в первой космической эпохе мы были первыми. А потом сплазли на вторые места. Плохо. Так. Ваши инженеры нашли потенциальное улучшение компонента ракеты-носителя опричник. За 400 увеличат надежность на 20. Сейчас 62. Да, за 400 тысяч будет до 82. Это хорошо. Так, ну и следующий этап миссии. Столкновение. Пытается привести... Ага, там сварку опять. 99 на 75. Но если дождика сегодня не будет, да, отличные ночные условия. Продолжаем. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Хорошо пошло. Да, тем не менее, тем не менее. Так, миссию мы выполняем автоматически. И выход в открытый космос. Бла-бла-бла. Все замечательно. И плюс 2 на опыт и плюс 1 на общий. Замечательно. Так, мы все, что могли, всех сварили. Так, анализ столкновения. Автовыбор. Вторая часть миссии. Или там какая третья уже? Третья. Вход в атмосферу. Мы с вами далеко не первые. Но тем не менее, мы с вами плюс 1 получили опыта. Так, хорошо. И теперь у нас осталось текущих 2 миссии свободных. Давайте смотреть, что у нас есть. У нас есть Марс. Так, полет вокруг Марса мы выполнили. Аппарат на Марсе нужен. Так. Угу. И опушки впереди, да? А нам надо Весту исследовать. Нам надо вот одну буквально деталюшечку, да, исследовать. А что у нас там с постройками? 3200. Ну, еще один ход. Ладно, потерпим. Хорошо. Дальше. Что у нас, кстати, вот здесь? Здесь мы еще ничего не умеем. Так, я помню. Стоп. Назад. Не так быстро. Эх, ну вон. Что у нас по запросам? Ммм. Навигационные спутники. Надежность полезной нагрузки 5%. Подвинутая амортизационная опора и плюс общие знания о Марсе. Так, это хорошо. 4,5 ляма, это замечательно. Здесь 1. Здесь что? Горизонтальная интеграция. Время постройки ракеты минус месяц. И 4 ляма. Это замечательная анасфера. Так, мы возьмем вот это. И навигационные спутники. Так. Это меня устраивает. Создавай полезную нагрузку. И я хочу здесь взять еще вот эту. Плюс 2 опыта получу. Это хорошо. 2 типовые миссии на орбиту Земли. Луны хотел сказать. Кстати, что там с Луной-то? Ну да, на Луну-то мы первыми отправились. Ну и ладно. Так, это на Марсе, как обычно. Да. А что вы на Марсе хотите? А, вы запросы хотите. Глобальный сканер. 20 вероятность хорошего события при запуске. Ну, блин, слушайте, неплохо. Но как-нибудь попозже. Попозже. Следующее событие. Ура, наконец-то плюс 1. И теперь мы можем смело исследовать миссии. Полезная нагрузка Веста. Сколько ты стоишь? 5600. У нас прибыль идет по 1400. То есть ходов 6. Мы будем. Ангар для сборки ракет скоро закроется. Так, время создания ракет отлично. И Китай запускает космическую миссию станцию в следующем месяце. Заразы. Ну, следующее событие. У нас тут как раз все закончилось. Пересмотр бюджета. Ну, у нас тут не сильно густо. Хотя, кое-что. Кое-что есть. Так. Этот построился. Без нет эффекта. И... А этот 50 времени создания компонентов уровня 0. Ну, толку от него нет. Мы уровня 0 запускать ничего не будем. Так. Так. Использовать существующую. Вот. Блин. У меня царевна стоит дешевле. Оно подождите. А может я посмотрю что-нибудь новенькое. Верхняя ступень. Есть у нас похуже. Подешевле. Ага. Подешевле не получится. У нас получается союз самый дешевый. Но про это я молчу. Так. А вы знаете. Вот есть... Есть вариант. Оно. А. Ну, а здесь вариантов нету. Хотя, слушайте. Но 2 миллиона 150. Идите вы нафиг. Вот честно. Миллион 118. Так. Сейчас подрядчика выберем. Орбит. У нас. Науки и так 0 будет 0. Минус 40%. Замечательно. Подтверждаем. И 3 очка без улучшений. Давайте глянем. Что там по улучшениям. Улучшенная стабилизация. Критического. Надежность запуска. Надежность так 99. Вот минус 10 стоимости постройки. Так. И такую же еще одну. Пожалуйста. В смысле? А. А. Окей. Интервью с астронавтом, вышедшим в открытый космос. В некоторых газетах появилось сообщение о вашей недавней миссии космическая сварка с подобным рассказом о космических прогулках, выполнявшихся вашему экипажу. В одной статье член экипажа Валентина Терешкова поведал о том, как он, она, использовал установку для перемещения и маневрирования космонавта или самострел для выхода за пределы космического корабля. А у него не было у нас такого. Вскоре я уже вовсю выполняла кульбиты и ходила везде, где мне хватало длины привязи, рассказала астронавт. Я так смеялась, что не сразу услышала указания ребят из Центра управления полетами о необходимости экономить газ установки. Замечательно. Такого недопустимо было в космосе в наше время. Марсовхоз с возможностью передачи фотографий и научных данных. Веста. Отлично. Сейчас мы Весту зафигачим туда. Только нам нужно миссию иметь. Спроектировать новый. Нет. Использовать существующий. Союз. Загрузить проект. Выбираем подрядчика этого. Это уже выбрано. И теперь вот улучшение на 10%. Вот. И 671 на орбиту. Так. И на нашу базу строить дополнительную... Вот. Расширение Центра управления полетом. Плюс одна миссия. Видите, а здесь минус... А где ты плюс, Даш? Вот здесь, да? Хорошо. Что, плюс будет? Плюс 2 к награде за миссию науки, да? Куда тебе еще можно поставить? Здесь 2 к награде за миссию тоже будет. А здесь вот будет минус. Видите, надежность запуска. Центр управления полетом рядом с космодромом. Нехорошо себя чувствует на самом-то деле. Здесь я не втулю. Тру-лю-лю-лю. Ладно. Будет здесь. Так. И мы скоро сможем запускать новую миссию. Ну, а мы погнали дальше. Модульная космическая станция. Полезная нагрузка. 1. ДОС-7. Сколько? 6400. Силковский, может быть, к Юпитерам. Продукала Урана. Кланиптуна. Я вот думаю, знаете, с ракетами у нас, в принципе, все в порядке. Почти. Вот это надо будет, конечно, потом... Нет. Ну, давайте сначала что-нибудь на Марс отправим, да? Конференц-зал. Отдел подрядчиков. 25 положительного влияния подрядчиков. Я не знаю, что это значит. Еще расширение центра управления. Космическая сеть станций слежения. Надежности полезной нагрузки. И постройка учебного стыковочного центра. Центрифуги всякие. Ладно. Давайте вот сюда. Нам надо рвать кухти. Следующее событие. Опричник завершен. И союз завершен. Еще через месяц будет. Так. Подготовка к запуску. Ну, вот это наш... Вот это наш орбитальный комплекс. Управление астронавтами. Этих я не узнал, как называть. Давайте. Леонов, Гагарин и Терешкова. Подтвердить. Или нет? Знаете как? Сделаем не так. А я уже не смогу отменить, наверное, да? А, нет, могу. Так. Давайте мы... Алексей отменим. И дадим навигации в начало. Каждая здесь науки в случае. Давайте вот так вот. Молодой экипаж чуть-чуть разбавим. Точнее, разбавим молодым экипажем. Так. Тысяча восемьсот. Наука это... Восемьдесят. Я в науку бустанул. Восемь тысяч восемь... Восемь тысяч восемь... Восемь двести восемьдесят. Неплохо получить бы. Ладно. Пускай будет. Дата запуска. Пять. Тридцать. Сорок. Серьезно. Сорок пять. Это я кем буду? Буду вторым, да? Давайте вот так сорок. Чтобы у меня была возможность перенести, если вдруг что не так. И R7 союз. Погнали. Так. Готов к запуску. Обучение. Полезной нагрузки. Дата запуска. Следующий месяц. Мы тут не будем сильно что-то выерепениваться. Нам нужно освобождать миссии. Так. Запуск. Погнали. Это мы летали. А давайте продолжим. Рискнем. Нормально пошло. Отличный автовыбор. Неудачно. Судя по звуку. Провал миссии. Клаземная орбита. Вот заразы. Это плохо. Это плохо. Попытка сближения и повтора. Не. Повтор есть в принципе телекоммуникационный. Но мы хотим другое. Мы хотим космическую станцию. Вот так. И шесть месяцев до запуска. Дождь. Доступ. А. Стоп. Что-то я не понял. А у нас дополнительная одна еще есть выходит. Космическая станция. Телекоммуникационный и доступность миссии. Окей. Телекоммуникационный спутник. Давайте возьмем еще раз. А. Это тот же. Значит это. Так. У нас я давно не играл. Ну давайте попытку сближения. А. Так что попытка сближения. Это походу. Будет с людьми. Ну давайте с людьми. Так с людьми. Запускаем это дело. Тоже хорошо в принципе. Прокачаем второй экипаж. Надежность запуска. Надежность полетной нагрузки. Ну блин. Такое себе. 86. 85. Без разницы. Давайте полезную нагрузку прокачаем. И в ноябре. Пульнем на орбиту. Погнали дальше. И расширение центра закончилось. И теперь у меня есть четвертая миссия. Что нам предлагают? Меркурий нам предлагают. С япошками вместе. Да? На два. Что хотите? Основы науки. Многозадачный зонд. И изучение экзосферы. Точнее. Два. А здесь тоже два. А я бы. А я бы. Подождите. Я бы подумал. Там на Марс нам что-то. давали. А тут один. Да? Посадочный аппарат на Марсе. Вот. Ради чего мы это все делали. Слушайте. Так. Мы будем вторым. Вот смотрите какой-то симпатяшка. Миллион. Дорогой зараза. Так. Вот вам восход. Бонусы не шибко крутые. Союз тоже. Союзы у нас просто. Прям как в жизни. Палочка. Выручалочка. Зачем я это сделал? И не положил туда. Ну ладно. Не положил туда два бонуса. Точнее бонус и подрядчика. Что-то я спешу. Куда непонятно. Телекоммуникационный. Ой. Пробел нажал. Она тоже сработала оказывается. Эй. Готов к запуску. Погнали. Да. Запускаемся. Попробуем не только сломаться. Ну шанс маленький. Но эта зараза едет медленно тоже. Так. Автовыбор. Ура. Не хочу я заниматься выбиранием этих штук. Честно скажу. Мне больше нравится менеджить это все. Так. 10%. Но нас обгоняют. Нас обгоняют на самом деле по жесткому. Хотя. Ну. Да. Как бы. Мы 10. Это общий опыт. Да. А общий прогресс у нас все равно 5. Нас обгоняют. Ну ничего. Я надеюсь мы скоро это все дело наверстаем. Так. Что у нас по миссиям? Одна миссия доступна. Давайте смотреть. На земле. Съемка. Вот. Опять же. Получилось. И совместно с Америкосами. Ну давай. Погоним. А. Телекоммуникационный. Так. Совместно с Америкосами. Вообще вопросов нету. Я думал эти пилоты должны наши космонавты летать. Так. Бюджет. Мы ничего сильно не запустили. Ну да. Это вообще ни о чем. Считайте. Так. Космическая станция. Оптимальная дата. Смотрите. ЕСа. В затылок прямо дышит. НАСА и ЕСа. Блин. Паршивый. Перенести запуск. На один. Ууу. Хорошо. Я здесь вот оставил себе запасочку. Двадцать. Да. Хорошо. След месяц. Построили мы с вами марсоходик. Марсоприлунитель. Так. Ну и попробуем запуститься сегодня опять. Если нет. Придется отложить на четыре месяца. Да. Ёлки палки. Минус восемь. Ууу. У меня там люди сидят. Продолжаем. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ракета новая. Посмотрим, что выйдет. Сатурн-5. Типа. Гори, гори, ясно давай. По-моему, пошло нормально. Фу. Ого. Ого. Как хорошо. Третий. А здесь первый. Да. Сатурн. Видите. Б. Ах, то выбор. Ииии. Рисковый я парень. Йес. Какая красота. Смотрите. Это наша станция, господа. С чем я вас и поздравляю. Теперь мы на орбите. О, блин. А это троих запустил туда. Это уже не вернуться. Только сейчас до меня дошло. Что они теперь зависнут. А там их надо будет, скорее всего, забирать как-то. И делать миссии ротаций. Сближение, стыковок. У-у-у, блин. А я не знаю. Специалист по связям. Космическая станция на 12 месяцев. На 12. То есть, они, короче, на год туда. А потом их надо будет ротировать. Вот это что? Новая статья в космической педии. Давайте поглядим. Космическая станция. О, красота. Skylab. Американский Skylab. Очень характерная у него. То, что у него под 90 градусов расположена вот эта мачта с антеннами. У этими солнечными батареями. И тарелка связи. Вот так она была. Вот такого размера космонавтики были. Жили тут. И изучали это дело. Прикольно. Слушайте. Класс. Так. Марс. Ну давайте собирать. Создать. Да. Тут надо будет. Сейчас чувствую нам новые компоненты. Которых у нас, скорее всего, и нету. Да нет. Что-то есть. Дельта К пятого уровня. Неплохо. Блок Д. Лям 900. Разница 46-47. Так. Вот этот выберу. Заодно прокачаем. Так. А вот ускоритель. Интересно, какой взять. Красиво смотрится. Этот. Тоже классно. Лям 100. Этот 200. Сатурн не нравится мне вообще. Не переношу я его. Так. Это еще нет. Так. Ну я бы остановился на вот этой дельте. 1500. Нет. Стоп. Это вот так. Вот так. Остановимся. Дальше. Подрядчик у нас. Что у нас там? 2614. То есть мы получим минус 80% науки. Не-не-не-не-не. Всем спасибо. Все свободны. Сами. Имя бабушка. Бабушка летит в космос. Так. Горизонтальный нагреватель. Время постройки ракеты минус месяц. Мы все равно пасем задних. Сильно особой разницы нет. На 10% сэкономить. Но можно. 5. Надежность запуска. Плохого события. И критического события. То есть критическое событие тогда бабахнуло совсем. Плохое это получило минус один характеристик на этом самом. И спасательная капсула. У нас здесь нету астронавтов. Тогда. Давайте стоимость ракеты. Удешевим бабушку. Что? Америкасовская миссия. Америкасовская. А, нет. Еще только построено. Бонус надежности дополнительных ускорений увеличился на 100%. Замечательно. Так. Бонус за обучение увеличился на 100. Оптимальный и неоптимальный. Обыск меняется местами. Окей. Хорошо. Рулетка, блин. Так. Ну, у нас Леша доступен. Ишкут. Обучение. Чего у нас там будет? 70, 95. Так. Я немножко качну. Качество. Да. В мае. В мае пацаны полетят. И здесь у нас еще одна текущая миссия. И коммерческие снимки из космоса. За существующую ракету я больше голосую. Подрядчик науки и так нету. Дальше. Здесь удешевляем. И 445 тысяч летит на орбиту. К американцам. Я считаю, это отличным вариантом. Ну, что. Попытка сближения. Это обнародованная миссия. Давайте попробуем запустить ее. Опять дождь. Опять зараза. Но мы продолжаем. Мы, советские космонавты, ничего не боимся. И нате вам. Нам погода не страшна. Погода работает на нас. Ну, с богом. Раз, два, три. Хе-хе-хе-хе-хе. Как я, а? Сблизились мы с американцами на 20%. И бортовые еще камеры зацепили. И 2% опыта получили. Всего 7. Смотрите, мы потихонечку с каждой миссией все больше и больше. На 6 ребята уходят месяца в отпуск. А мы, смотрите, 9, 10, 11. А мы 7. Ну, такое себе. Ладно. Предлагаю на этом остановиться. И увидимся в следующей серии. Сегодня мы запускаем космическую станцию. Точнее, уже запустили. И на очереди бабушка, которая полетит в космос. Всем пока. С вами был GameDragon. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok